Приветствую всех зрителей и подписчиков. Сегодня суббота, 25 июля и на канале Максимум самые актуальные и горячие темы. Срочные и скандальные новости, которые будоражат весь Казахстан. Смотрите в этом выпуске. Казахстан переживает по-настоящему суровые дни. Помимо глубокого социально-экономического кризиса, вызванного пандемией, на этой неделе случились события, которые стали детонаторами массовых народных волнений и, по сути, явились катализаторами того внутреннего напряжения, которое испытывают люди в последние месяцы. Я, конечно, про события в городе Садпаев, Карганицкой области и в поселке Шарнак, Туркестанской области. Хотя то, что случилось в обоих этих населенных пунктах, разница по характеру, если хотите составу преступления, то на выходе имеют схожие проявления. Подобного рода массовые волнения, вроде как по бытовой подоплеке, проявляются в Казахстане за последнее время с пугающей частотой. Люди без оглядки на власти берут правосудие, если это можно назвать правосудием, в свои руки. При этом, по недоброй традиции, эти самые власти после беспорядков и погромов только и могут, что реагировать по факту. Работа на опережение и предотвращение, если и ведется, то исходя из частоты подобного рода конфликтов, явно не в той интенсивности и качестве. Кроме того, в этом выпуске в Минздраве продолжают игру кручу-верчу, запутать или обмануть хочу. Здесь в прямом смысле определяйтесь сами. В ведомстве Алексея Цоя разработали свой подход к определению статистики по коронавирусу. Именно ей и будут следовать с 1 августа. Согласно постановлению, частные пляжи и зоны отдыха продолжают свою работу. После скандала с розовым озером Капитус, власти суетно взялись и за остальные. Однако, адекватным действием мешает классическая от казахстанских чинуш. Сегодня приняли и объявили на всю страну, а на следующий день отменяем, о чем громогласно заявляли накануне. Так и случилось и на этот раз. Теперь с озером Алаколь. Я пятый день никак не могу подать заявку на выплату 42 500, так как сайт ЕГОВ зависает. И технические неполадки. И, похоже, мало что изменилось в возможности подать онлайн заявку на получение 42 500 кингет. ЕГОВ и прочие ресурсы как не работали, так и не собирается этого делать. Обо всем этом и не только подробнее смотрите прямо сейчас на канале Максимум. Сегодня стало известно, что полиция нашла четырех провокаторов, которые призывали к беспорядкам в поселке Шорнак. В МВД сообщили, что провокаторы пытались использовать бытовой конфликт для организации беспорядков. Они рассылали старые видео и призывали к насилию, заявляя, что на участкового в поселке Шорнак напали люди узбекской национальности. В МВД опровергли эту информацию. Как сообщил замаким на Туркестанской области Сакен Калкаманов, поиски еще двух подстрекателей продолжаются. А так, накануне четыре человека получили ранения в конфликте в селе Шорнак в Туркестанской области. Жители говорят о драке между казахами и узбеками. В этом населенном пункте живут в основном представители двух этносов. Власти сообщают о задержании направляющихся в село 80 молодых людей. В Шорнак ввели спецназ. На въезде установили полицейский пост. Это видео получило распространение в сети после конфликта в селе Шорнак на юге Казахстана 20 июля. В описании говорилось, что прибывший на место драки между казахской и узбекской молодежью полицейский получил травмы. Сейчас в селе Шорнак установили военную палатку. Силовики проверяют въезжающий и выезжающий транспорт. По словам полицейских, это не связано с конфликтом. В село ввели спецназ. На улицах замечено несколько автобусов и пожарная машина. Местные жители отказываются говорить на камеру. Некоторые говорят, что повод был пустяковым, а причины случившегося лежат глубже. В селе Шорнак на юге Казахстана 20 июля Казахстана 20 июля Казахстана 20 июля Казахстана 20 июля. В селе разбиты окна нескольких домов. Есть поврежденные машины. Дом, где был конфликт, закрыт. Сосед говорит, что ничего не знает. Заместитель Акима Туркестанской области утверждает, что конфликт был бытовой. По заявлению министра внутренних дел ситуация в населенном пункте стабильная. В МВД сказали, что в социальных сетях распространялись фейковые сообщения с провокационными призывами. Областной Акима сообщил о задержании 80 человек, направлявшихся в Шорнак. В селе живут казахи и узбеки. В Казахстане случаются конфликты между казахами и представителями других этносов. Власти называют это бытовыми случаями. В феврале этого года в Курдайском районе Жамбулской области произошли столкновения между казахами и дунганами. Погибли 11 человек. Были сожжены десятки строений. После скандала с розовым озером Капитус, власти в панике взялись и за остальные водоемы. При этом действуют в традиционном для казахстанских чинушек векторе принятия решений, о котором мы многократно рассказывали на нашем канале. Это то самое, сегодня приняли одно решение, а на следующий день уже отменяют, что приняли накануне. Так и на этот раз. Теперь с не менее многострадальным озером Алаколь. После того, какой гадости в него нас пускали и продолжают сливать, казахстанцы продолжают активно на нем отдыхать. Именно вокруг отдыха на озере разгоряются настоящие страсти. Накануне главный санврач в Росточо-Казахстанской области отменил запрет своего районного коллеги на прием отдыхающих. Тот распорядился об этом как раз днем ранее, ссылаясь на непростую ситуацию с коронавирусом. Зато со стороны Алматинской области теперь категорически нельзя купаться на диких пляжах. Планировалось, что туристам запретят посещать Алаколь в ближайшие две недели. Исключение районный санврач сделал лишь для тех, кто уже купил путевки. Но владельцы, баз отдыха, такое решение медиков восприняли в штыки. Накануне в социальных сетях они опубликовали обращение к президенту. Днем говорили о своих многочисленных кредитах. И вот сегодня областные чиновники сняли запреты. Правда, отметили, что если на Алаколе заболеет хоть один человек, турист или кто-то из обслуживающего персонала, озеро все-таки закроют на карантин. Предприниматели боятся, что это может привести к банкротству. Похожая ситуация обстоит и в Мангестаевской области. Там с 20 июля были усилены карантинные меры. Среди них был и запрет на работу пляжей во избежание массового скопления людей. Однако социальное дистанцирование превратили в социальное разделение. У кого есть деньги и кто готов их потратить на отдых у заема, нет проблем. Дело в том, что платные пляжи в Актау под запрет почему-то не попали. Они, как и прежде, в разгар сезона продолжают свою работу. За пять дней с момента ужесточения карантинных мер на территории набережной Каспии установили блокпосты, патрулируют полицейские. Этот запрет касается городских общественных мест для купания. Ну а платные пляжи успешно продолжают свою деятельность. Людей не пускают, с утра уже стоят посты, получается. Мы с девяти утра приходим на работу и не можем пропустить. Мы предоставили личный список личного состава всего яхт-клуба и проходим по списку. Купаться запрещено. Отправляем туда людей, пускай там охраняют туда. Мы тоже это понять не можем. Платные пляжи открыты. На этом частном пляже много отдыхающих. Они загорают, купаются, одним словом проводят свой досуг весело. Складывается впечатление, будто здесь о карантинных мерах и не слышали. К слову, стоимость входа на этот пляж для детей 200, а для взрослых составляет 400 тенге. Их работа не противоречит постановлению главного санитарного врача. Именно так ответили нам представители городской власти на вопрос, почему частные пляжи продолжают свою работу. Согласно постановлению, частные пляжи и зоны отдыха продолжают свою работу. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм. Отмечу, что за последние сутки в Мангистаусской области зарегистрировано 75 инфицированных COVID-19. Всего в области зафиксировано более 2,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. На данный момент более 45 тысяч казахстанцев остаются в больницах с пневмонией. Однако не все эти пациенты попадут в общую статистику по коронавирусу, как того требовал президент. Всем известно, что с 1 августа руководство Минздрава решило обновить данные и вести учет только новых случаев заражения. И на этом фоне, будем объективны, даже несмотря на высокую заболеваемость, граждане продолжают пренебрегать правилами безопасности. При этом их даже не пугают крупные штрафы, которые выписывают за нарушение карантина. Несмотря на введенные ограничения, количество регистрируемых фактов коронавируса в Казахстане остается на прежнем уровне. Прирост составляет по 1600-1700 случаев в сутки. Это без учета людей, заболевших пневмонией. Только в текущем месяце с этим диагнозом госпитализировали 65 тысяч человек. Это почти четверть от общего числа зараженных с начала года. Предполагалось, что оба заболевания с 1 августа объединят в общую статистику. Однако Минздрав решил по-другому. Вместе с коронавирусом намерены регистрировать только новые случаи пневмонии. Чиновники утверждают, так им якобы и советует международное сообщество. Всемирная организация здравоохранения рекомендует начинать статистику с 1 августа. Это коронавирусный плюс, коронавирусный минус. Но коронавирусный минус именно те, которые начнут регистрироваться и правильно кодироваться с 1 августа. Несмотря на высокие показатели заболеваемости, казахстанцы продолжают игнорировать санитарные требования. Они устраивают то и отмечают дни рождения, забывают о дистанцировании. Из всех нарушений, выявленных полицейскими, четверть приходится на несоблюдение масочного режима. Главный санитарный врач напомнил, что носить повязки обязаны все и везде. На сегодня в условиях карантина требования ношения масок как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе обязательны. Поэтому с учетом этого предъявляются требования и привлекаются к ответственности граждане Казахстана, которые эти требования не выполняют. Буквально на прошлой неделе руководство Министерства юстиции заявляло, носить маски необходимо только в закрытых помещениях, либо при скоплении трех и более людей, ни из одной семьи. Такие нескоординированные действия чиновников, видимо, и запутали казахстанцев, но только не полицейских, которые активно выписывают штрафы. Вот сегодня цифру по уже привлеченному к ответственности называли, 495-20 миллионов это в целом. А вообще выявлено 4,5 тысячи нарушений. Из них, как я уже до этого говорил, мы посчитали в среднем где-то около четверти связано с нарушением масочного режима. Больше всего нарушителей выявили в Алматы, Алматинской, Туркистанской, Жамбулской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. Нашли их в ходе спецрейдов. Они же помогли полицейским выявить точки незаконной продажи лекарств. Торговали ими не только на складах или в аптеках, но и в соцсетях. Изъяты тысячи упаковок препаратов, сотни литров антисептика и свыше полумиллиона масса, которые так не хотят носить казахстанцы. Похоже, после весеннего режима ЧП мало что поменялось, если вообще поменялось. Все больше работодателей жалуются, что не могут оформить заявки для своих сотрудников на получение спецпособия в 42 500 тенге. Предприниматели говорят, что сайт ЕГОВ перегружен и все время выдает техническую ошибку. И это в то время, когда люди очень нуждаются в этой помощи. Я пятый день никак не могу подать заявку на выплату 42 500, так как сайт ЕГОВ зависает и технические неполадки. Чем больше сайт мы не можем подать заявку, тем больше они остаются без выплаты. Но сейчас в такое время им нужно платить за аренду квартиры, элементарно покупать нужно продукты. У Айнура Единова небольшой швейный цех. В ее коллективе работают 5 человек. Предпринимательница была вынуждена отправить своих швей в вынужденный трудовой отпуск. Сейчас работодатель не может отправить заявки на получение единовременной социальной выплаты. Мы обратились за разъяснениями в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Специалисты говорят, что сбои случаются. Они уверяют, что в ближайшее время устранят все неполадки. И просят пользователей обратить внимание на пошаговые инструкции, которые есть на доступных порталах, в том числе и на видеохостинге в YouTube. У нас перекинет. У нас перекинет.